Всем привет! Сегодня хочу затронуть актуальную тему использования искусственного интеллекта в нашей работе. Пару месяцев назад я открыл для себя нейросети и хочу поделиться своим опытом. Это будет не туториал, я не буду углубляться в технические детали. Я расскажу о том, как искусственный интеллект стал частью моего рабочего процесса. И, возможно, вдохновлю вас изучить эту тему глубже. В наше время существует масса как платных, так и бесплатных нейросетей. Очевидно, что нет смысла изучать их все подряд, учитывая, что они основаны на разных алгоритмах. К примеру, промпт, который идеально подходит в одной сети, будет бесполезен в другой. Поэтому я пересмотрел множество обзоров и, никого не удивлю сейчас, выбрал Midjourney, Stable Diffusion и, конечно, чат GPT, который подходит практически везде. Итак, давайте по порядку. Разберем на примере этой анимации. Я делал ее полтора года назад и покажу, как сейчас работал бы с этим гепардом. Одним из самых сложных и ключевых моментов в наших проектах является генерация идей. И здесь Midjourney может стать отличным источником вдохновения. Если у вас ступор, ничего не получается придумать, можно обратиться к нейросети и сгенерировать разные позы, эмоции для героя. В итоге они помогут вам взглянуть на персонажа под другим углом. И, возможно, идея появится. Посмотрите на мои результаты. Тут много успешных вариантов. И они могут быть отправной точкой для сюжета. Конечно, можно просто искать арт в сети, но в сочетании с Midjourney можно существенно ускорить процесс и быстрее получить то, что нужно. Это промпт, который я использовал в генерациях. И в чем еще огромный плюс? Далеко не все аниматоры обладают навыками рисования. Поэтому приходится отказываться от хороших идей из-за недостатка арта. Посмотрите, сколько деталей я добавил к этой кошке. Слева это исходник, а все, что справа, это мои рисунки. Наверное, это заняло у меня час или два. Сейчас я уже не помню. Но сегодня все это можно сгенерировать за 10 минут. В данном проекте получить такие лапки при помощи Midjourney не очень сложная задача. Мы просто генерируем разные ракурсы и плюс-минус похожую модельку мы получим. А что если нам нужен конкретный объект с четкими пропорциями? К примеру, вот такая улитка. Я нарисовал ее мышкой в фотошопе. Уверен, что многие аниматоры могут рисовать на таком уровне. Если использовать эту картинку в Midjourney как исходник, мы получим просто невероятно симпатичную улитку. Она будет красивой во всех стилях. От реализма до 3D и 2D графики. Но это будет не та улитка, что я нарисовал. А если увеличить вес исходника для генерации, получается некрасиво. Вот результат. И все равно тут ни одна работа не попала в пропорции. Для реализации такой задачи я буду использовать Stable Diffusion в сочетании с расширением Control Net. Вы можете увидеть параметры, что я использовал. А что касается модели, выбирайте ту, которая вам нравится и подходит больше под ваши требования. Добавляем наш скетч. Здесь пишем, что мы хотим получить. А здесь то, что хотим исключить. Запускаем генерацию. И смотрите, как быстро получаем модель по нашему эскизу. Эта модель практически идеально попадает в пропорции, которые я нарисовал. Вот мои генерации. Тут есть реализм, 3D графика, 2D рисунки. И как видите, даже с базовыми навыками рисования можно воплотить любую идею. А теперь давайте представим следующую ситуацию. У вас есть задача создать барабан для такой анимации. Как это сделать? Я бы нарисовал простой скетч и опираясь на него в Stable Diffusion сгенерировал разные варианты. Ну или случайно нашел какой-то образ в Миджорнии. Ну что если рисование максимально не ваш конек? И ваши попытки создать скетч выглядят примерно вот так. Но в интернете вы нашли вот такую картинку и она идеально вам подходит. Нужен именно такой барабан в таких пропорциях, цвете, декоре и так далее. Что тогда делать? Это изображение использовать нельзя. Оно защищено авторским правом. На нем ватермарке. И покажу вам, как справиться с данной проблемой. Загружаем изображение в Stable Diffusion. Описываем, что хотим получить. И начинаем к генерации. Посмотрите на результат. Меньше чем за минуту мы получаем аналогичные варианты, но это уже совершенно другие работы. Они в той же стилистике, пропорциях. И вот с ними уже можно что-то делать. Если хочется создать объект менее похожим на исходник, можно поиграть с параметрами. И получить барабан в том же ракурсе, стиле, но в других пропорциях и дизайне. На мой взгляд, этот способ очень классный. И игнорировать его нельзя. Но давайте еще раз вернемся к гепарду и к поиску вдохновения для анимации. Кстати, вот, я сгенерировал ему лапу по такому эскизу. Этот вариант уже можно было бы использовать в анимации. Остальные результаты, это я уже просто игрался, добавляя объем. Последняя лапа, она вообще как настоящая. И сложно представить, что из такого скетча мы получаем такую проработку. Итак, про вдохновение. Вы создали множество разных пост, но идея все равно не приходит. У вас до сих пор нет сюжета для анимации. В таком случае попробуйте использовать чат GPT. Он действительно хорош в качестве помощника. Вам нужно детально описать все нюансы. И на основе этого чат предложит несколько вариантов. Не стоит ожидать, что он все за вас сделает, но благодаря этому диалогу вы можете найти новые интересные идеи. На паузе можете почитать, что за истории были сгенерированы для гепарда. На мой взгляд, сочетание Mid Journey и чата GPT поможет быстрее придумать идею и улучшит качество вашей анимации. Для дизайнеров интересная информация. Я взял в качестве примера эту менюшку из игры с чеширским котом. Очень часто приходится придумывать дизайн для подобного рода интерфейсов. И Mid Journey, либо Stable Diffusion – это отличный ресурс для идей. За 5 минут у меня сгенерировались такие концепты на основе Алисы в Стране Чудес. И я не намекаю на то, что их можно использовать, но в качестве референса они подходят идеально. Еще напоминаю про возможности генерации последнего фотошопа. Вы можете удалять, добавлять или редактировать любой элемент на изображении очень быстро. Этот метод отлично подходит для нарезки персонажей, особенно когда они приходят к нам неподготовленными к анимации. И дорабатывать арт с этим инструментом становится быстрее и удобнее. То же самое касается бэкграундов. Если не хватает какого-то куска для нужного разрешения, теперь добавить его не сложно. А еще вы можете подшутить над друзьями. Фотошоп идеально справляется с фотографиями. Что еще? Часто бывает такое, что нужны зацикленные и бесшовные текстуры. Они нужны с определенной тематикой, конкретными объектами и с конкретной палитрой. И никого сейчас не удивлю, но генерировать их в нейросети получается очень хорошо. И на всю эту красоту у меня ушло 2 минуты. Я не представляю, сколько времени заняла бы их отрисовка. И то же самое касается бэкграундов. Генерировать их можно бесконечно. Теперь поговорим про персонажей. В каждой игре есть ключевой герой. Их плейтика у нас это Руби. Она часто появляется перед игроками, с обновлениями, с новостями. И поэтому для нее нужно много образов и ракурсов. И прежде чем начать, вы можете сперва сгенерировать несколько концепций для вдохновения. И смотрите, я попробовал это применить на Покахонтас. Взял ее портрет, поработал с настройками. И вот что у меня вышло. Сами понимаете, что ручная отрисовка заняла бы много времени. А эти изображения можно использовать как отправную точку для старта вашей работы. Посмотрите, можно создать даже такой вот реалистичный портрет. Или, к примеру, еще частая ситуация. Когда к нам персонажи приходят срезанные по плечи. Или в анимации нужно изменить ракурс героя, а у нас нет подходящего изображения. Приходится тратить время на дорисовывание. А сейчас этот процесс можно ускорить. На этом медведи покажу. Это то, что пришло. Это то, что я дорисовал сам. А это я сгенерировал для вас, чтобы показать все наглядно. Еще такой совет. Если вам нужна какая-то специфическая поза в Миджорни, то легче искать ее при помощи графической подсказки. Вот я этого орла взял для наглядности. Тут я дорисовывал крылья. Так вот, чтобы получить похожий ракурс крыла, проще сначала нарисовать его силуэт в фотошопе. Вот мои рисунки. И на основе их сгенерировать нужную позу уже проще. Я не предлагаю использовать эти генерации напрямую в вашей работе. Но они могут служить отличным референсом и источником вдохновения. И чтобы окончательно убедить вас, вот еще классный пример возможностей Stable Diffusion. Вы сами видите, какие перспективы открываются для аниматора и художника. Этих изображений достаточно, чтобы сделать полный разворот персонажа. И при помощи дополнительного инструмента Control-Net вы можете создать любую позу для генерации персонажа. Кстати, кому интересно, как выглядит гепард на логотипе плейтики, вот несколько вариантов от искусственного интеллекта. Давайте поговорим сейчас про нейросети, которые создают 2D анимации. Рассмотрим DID, чем она может быть нам полезна. Эта сеть превращает любые изображения персонажей, будь то фото, рисунок или 3D модель, в анимированный ролик с добавлением голоса. Как мы это можем использовать? Несколько лет назад я работал над такой анимацией Wild'а. И основной сложностью было создание реалистичных губ, которые произносят это слово. Сейчас мы можем загрузить эту картинку в DID, записать любые фразы и получить отличный референс, который легко повторить в своей анимации. Следующий инструмент это Runway Gen2. Эта нейросеть может оживить любое изображение, превратив его в IDLE. Вот, к примеру, я сгенерировал своего коллегу и оживил в Gen2. Вы можете взять и добавить картинку своего текущего персонажа и посмотреть на результаты. Эта нейросеть далеко не идеальна, но различные ее генерации могут натолкнуть вас на идеи для анимации. Сегодня доступно множество приложений, в основном для социальных сетей, которые оживляют лица. И я часто радую своих коллег такими видео. И подозреваю, что они меня за это, наверное, тайно ненавидят. Хотя, нет, не тайно. Они открыто мне об этом говорят, но давайте не об этом. Ничто не мешает нам импортировать сюда своего персонажа и посмотреть на него со стороны. Понятно, что из-за мультяшных пропорций не всегда хорошо получается, но этого качества достаточно, чтобы посмотреть на эмоции, поведение мимики, как реагируют брови, губы, глаза, зрачки. Можно подсмотреть наклон головы. Выходит очень полезный анализ. Плюс тоже наталкивает на идеи. Не могу не сказать про стилизацию видео в Stable Diffusion. В Runway Gen 2 тоже есть что-то похожее, но сравнивать их практически бессмысленно. Stable Diffusion, благодаря своим возможностям и дополнениям, позволяет воплощать вообще любые идеи. Пока я не нашел применения этим стилизациям, но в качестве арт-проекта это выглядит очень круто. А еще нейросети, они просто великолепны, когда речь идет про создание образов. К примеру, вы можете создавать аватарки на основе своих фотографий. Вот что у меня получилось в Stable Diffusion. Я генерировал своих коллег в тех стилях, в которых их вижу. Могу сказать, что лица сгенерированы идеально. Тут 100% совпадение с реальным человеком. Теперь при создании арта для игр, можно легко использовать себя и друзей. Теперь давайте поговорим про такую важную тему. Можно ли использовать арт из Majorney и Stable Diffusion в коммерческих целях? Ответ – да. Но тут есть условия. Начнем с Majorney. Если у вас нет платной подписки, то вы не можете использовать ваши работы в коммерческих целях. А если вы приобрели подписку, то, соответственно, можете. Но если вы сотрудник или владелец компании с валовым доходом более миллиона долларов в год, вы должны приобрести подписку Pro или Mega для каждого отдельного пользователя. И самое интересное. Все, что вы генерируете, сервис Majorney может использовать в своих целях. Весь арт, который вы создаете, он попадает в базу и хранится на сервере. И любой пользователь Majorney может посмотреть и использовать его. Да, в максимальных подписках есть возможность скрыть ваше изображение. Но это не защищает вас от того, что все, что вы нагенерировали, могут увидеть другие люди и при желании использовать их в своих целях. А вот Stable Diffusion на данный момент – это открытая нейросеть. И в ней все абсолютно бесплатно. При этом вы можете использовать ее в коммерческих целях. И тут нет никаких условий. Да, эта сеть сложнее в освоении. Но функционал тут более обширный. И он постоянно дополняется. Так что выбор тут за вами. Последнее, что хотел озвучить. При работе с генерациями вы можете столкнуться с такими элементами, похожими на ватермарки или подобие подписей художников. Но не спешите делать выводы, что нейросеть ворует картинки. В процессе обучения на огромном количестве материалов, искусственный интеллект, он замечает такие детали, как подписи. И решает, что это важный объект. И от себя дорисовывают такие элементы. По крайней мере, так говорят профессионалы на разных форумах. А верите или нет, тут решать вам. Это все, что я хотел рассказать. И надеюсь, материал вам понравился. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok